Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. И с вами по-прежнему фирма Петерсон и я Эдуард Петер. И сейчас мы с вами... Так, нужно нужную кнопку выводить. Так, сначала включить, потом нужную кнопку выводить. Так. Будем делать сразу несколько дел. Немножко маслица сюда. У нас есть лекон, яйца нам надо пожарить и нам нужно еще наделать тост. Так. Сделаем шесть. Пожарим чуть-чуть сильнее. Так. Ну и давайте пару яичек так. Подзарим. Так. Ну и сразу еще и бекончик сюда бросил. Почему бы и нет. В общем, я сейчас это дело приготовлю. После того, как все готово, мы сейчас с вами начнем декорировать. Я поставил видеокамеру так, как примерно моя камера будет стоять. То есть, вот я воспользуюсь сейчас салфеткой, которую купил в Икее по одному евро. Так. Вот так. Сюда поставлю такую квадратную тарелочку. Вот я не знаю, может быть, побольше взять. Наверное, я возьму побольше. Не побольше, а пошире. Вот так. Вот чем хорошо. Вот эта камера вообще, она отличная такая камера. Теперь я могу не бегать туда-сюда, а уже сразу видеть, как я тут все ставлю. Отлично. Так. Сейчас я взял уже другой. Теперь у меня мандариновый сок. Он более желтый. Я думаю, больше к нашим поджаренным яичкам подойдет. Здесь мы с вами расположим тосты. Так. Поджарено. Отлично все. Здесь хорошо бы поставить чашечку с кофе. Возьмем травки немножко. У меня на подоконнике целый огород. Так. Возьмем маленькие чашки для кофе. Так. Ну, вы знаете, я хочу с молоком. Поэтому возьму сейчас немножко молока. Отличный цвет. Не знаю, будет ли его видно. Я, в общем-то, я думаю, что это уйдет все. Ну, будет как бы завтрак на двоих. Уже хорошо. Так. Теперь самое главное. Положим сюда аккуратно яички. Так. Сразу смотрим, как лучше развернуть. Возможно, так. Возможно, и не так. Так. Три яичка. Вот так. А здесь положим наш бекон. Вот. У меня последние не задались, потому как я делал сразу три дела и немножко упустил. Поэтому свежие туда наверх, а поджаристые вниз. Я все равно съем. Это однозначно. Здорово. Хороший завтрак. Теперь давайте посмотрим, куда нам лучше нашу травочку постелить. Так. Я думаю, что вот в этом уголку она будет хорошо осмотреться. такой маленький здесь. Вот так. Хорошо уравновешивал. Отлично. И сам лучок посыпем теперь мелким. Вернее, сами яички, желтки посыпем теперь мелким лучком таким. И на заднем фоне еще совсем далеко поставим две тарелки. Ну, не помешает вообще-то. На всякий случай где-нибудь дырки закроет. Пробивы. После того, как мы все установили, мне уже нравится, как это все. Одну кружку я правда убрал, как бы лишнее было. Ну, и сейчас у меня вот основной свет идет отсюда, да? То есть как из окна. Давайте сфотографируем с этим. Посмотрим, что получится. Вот получилась такая штука. То есть чашка там видно, что чашка есть, сок просвечивается, все хорошо. И какие-то там сзади предметы. Но, естественно, здесь перед совсем не освещен. Поэтому давайте подключим сейчас вот эту. И сфотографируем уже с подсветкой. сфотографируем. Лучше. Но не хватает того самого, как мне говорили, пятна какого-то, да? Какого-то акцента. И вот один из первых модификаторов. То есть это обычный рефлектор. Я его сейчас включу и вы увидите разницу. Что он должен делать? Он, по сути дела, должен осветить вот это место и зажечь тут небольшие такие блестки. Пройдусь еще немножко с маслом здесь, с подсолнечным. Хотя оно, в принципе, блестит, все нормально. Но их немножко уже впитало. И посему как бы не повредит. И вот теперь давайте сфотографируем уже вот с этим. С этим светом. Поглядим разницу. Ну вот, в принципе, и все. Остальное мы с вами доведем уже в фотошопе, если это будет нужно. Прекрасный завтрак, который я съем в ужин. Ну вот, дорогие друзья. Давайте посмотрим, что у нас получилось. А получилась довольно аппетитная картинка. То есть вот вам доказательства, что неважно, какой источник вы света используете. Солнце ли, дневной свет, который сейчас. Вспышки моноблок, на каменные вспышки. Главное не в этом. Я поэтому вас и учу, как бы вы видите, что я не рассказываю вам про камеры, я не рассказываю вам про эти светильники, про все. Я делаю упор на свет. Как растает свет и на композицию. Это главное. Это никогда не устареет. Камеры устареют. Вспышки будут другие. А вот умение работать, умение заранее видеть, что должно получиться и таким образом подстраивать свет, оно приходит с опытом. И именно этим опытом я с вами делюсь. Которые тоже, естественно, приобретаю. Что хорошо, я теперь не остаюсь голодным. Ха-ха-ха. И, Рича, ты тоже не в голоде, правда? Ты тоже получаешь свою еду, не эту еду, но другую. Так вот, что касается еды. Начинать, конечно, можно сока. Так, промочили горло, да? Ну, а потом уже к горячему переходим. То есть, начинаем засохать. Сейчас время 6 часов вечера. Ну, засохаем. Но, не важно. Главное, что вкусно и питательно. Правда, Рича? Вот эксперт. Вот эксперт, да? Но никогда не возьмем со стола. Никогда. Обучен. Ну, и все, дорогие товарищи, мои друзья по фуду, стоку и предметной фотографии. Сейчас хорошо, можно говорить просто добрый день, дорогие друзья. Не путаться между стимпанком, фудом, стоком. Мы все здесь на одном канале. Завтра мы продолжим с вами тему завтрака. И сделаем что-нибудь такое легкое и в то же время красивое. Ну, потренируемся дальше. Ок? А на этом фирма Петерсон и я, Эдуард Петер, прощаемся с вами. Больше фуда, больше зрелищ, вы знаете, да? Больше фоток, больше комментариев, больше лайков. В общем, чего больше, ребята? Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok